Наше новое направление в сторону Израиля, аэропорт Тель-Авив, это будет по счёту 5-е, сюда самолетик. И надеемся, что в скором будущем места не хватит на карте, куда мы будем летать. Конечно, с Божьей помощью и с помощью всех тех людей, которые помогают нашей компании. В первую очередь, тарифы. Как вы знаете, всех интересует, что чем дешевле, тем лучше. Для того, чтобы дешевле лететь, я хочу вам сказать, что аэропорт Вартноц, который представляет сегодня здесь Андроник, сделал всё возможное и предоставил нам 50-процентную скидку на этот рейс в течение года, который мы собираемся выполнять в Израиле. За что, конечно, небольшое спасибо. Нам это позволило для того, чтобы дать пассажиру минимальный тариф в размере 102 евро в одну сторону, если пассажир приобретает билет за 45 дней. Если в обе стороны, естественно, будет 204. Но это за 45 дней. Регулярный пассажир, который принимает решение «хочу лететь отдохнуть завтра в Израиль», билет обойдется где-то от 380 до 400 долларов. Туда-обратно, в обе стороны. Это включая все сборы, таксы, аэропорты. И Израиля, и из Вармазии. О сервисе. Вы видите, что здесь предоставлен вам сладкий стоп. Спиртные напитки. Начиная от пива, шампанского, коньяка, вино, соки. Все эти спиртные напитки будут предоставлены пассажирам. Как в эконом-классе, так и в бизнес-классе. В эконом-классе будут предоставлены пиво, вино. Более крепкие напитки будут предоставлены в бизнес-классе. Такие как водка, шампанское, коньяк, диски. Естественно, вино и пиво тоже. По пассажирскому питанию. Нами будет предоставлен полный сервис. Ни сервис лоу-коста. То есть пассажир, который купит билет, он сможет вполне нормально пообедать, поужинать. Вечером будет, рейс будет выполняться вечером. Поэтому мы для них приготовили ужин. Как отсюда, так и из Израиля. Еще хочу сказать, что мы специально провели переговоры с Равином в Армении, который проведет работу с цехом питания в аэропорту Звартноц. Для того, чтобы предоставить возможность пассажирам по желанию, если кто-то хочет кошерное питание, чтобы пассажир имел кошерное питание тоже. Насколько это получится, мы не знаем, но предпримем все усилия, то, что зависит от нас. Теперь, что касается времени. Рейс будет выполняться в четверг и воскресенье. Вы знаете, что в Израиле, как здесь суббота-воскресенье, там пятница-суббота. Пятница-суббота выходной, и на Шават никто не работает. В четверг после работы с Израилем туристы могут вылететь в Армению. И поздно вечером, в воскресенье, в 20.00, отсюда вернуться назад в Израиль. Пятница-суббота выходной, и на Шават, и на Шават, и на Шават, и на Шават, и на Шават. Суббота выходной, и на Шават. Суббота выходной, и на Шават.